с финалом скифской культуры вот этот мир культур классических культур 6 3 века до нашей эры он рушится да то есть естественно вещи скифского типа уже на нашу территорию поступать просто навсего не могли потому что самой культуры просто не существовало и традиционно древности о которых дальше пойдет речь это памятники так называемого типу по 2 они выделялись верхнеокскую культуру которая существовала на левобережье реки оки но дополнительная работа последних на лет 7 8 показалось что это древности не имеют никакого отношения крайне же к раннему железному веку а датируется рубежом r и то есть последними веками до нашей эры первым веком нашей эры и относится совершенно к новой культурно-исторической эпохи это эпохи собственно сарматских древностей если проводить какие-то такие периодизационные какие-то параллели что это за новый тип памятников это поселение городич практически неизвестные буквально около пяти штук вот это открытое поселение то есть не укрепленные их известно настоящий момент порядка полутора сотен они расположены как по реке упе так и по ее многочисленным мелким притоком причем иногда поселение образуют целые гнезда да то есть это бывает 5-6 поселений и соответственно одно из которых может быть очень крупным порядка 10 гектар на вот если которая видимо выполняла роль какого-то центрового узлового поселения вот 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 в этой группе откуда такое название памятники типу по 2 дело в том что для тех эпох которые еще изучены крайне слабо или которые но с точки зрения хронологии мимолетно да то есть датируется буквально какими-то там одним веком там или полутора веками и происхождение если культурного явления непонятно то в археологии принято не выделять культуру а называть это явление по материалам наиболее яркого памятника который дал самые такие вот интересные материалы и в данном случае как раз речь идет о поселении упа-2 который расположен собственно в черте города тулы она изучалась еще середина 90-х годов и благодаря уже современным спасательным охранным исследованием 2016 года 2017 года эти работы на этом поселении были возобновлены и именно материалы поселению по 2 далее вот как раз таки такое основание для того чтобы выделить новый совершенно культурно-исторический горизонт собственно рубежа r в 2016 году раскопом было на этом поселении исследовано 5040 квадратных метров на самом деле это очень большая территория в 2017 году на этом памятнике было до исследовано еще 8 тысяч квадратных метров то есть это приблизительно вот еще вот эта часть папы его поселения вот поселение упа-2 дала как классические материалы с точки зрения определения построек так и еще ряд крайне интересных объектах о которых пойдет речь собственно дальше вот в данном случае вы видите планографический план который отражает довольно таки очень такую сложную планографическую структуру красными кружочками выделены только те объекты которые имеют отношение к рубежу r дело в том что на у педы 2 было выделено еще горизонт и более позднего времени 4 5 века а вот есть находки еще более позднего времени и вот то что речь о которых пойдет сейчас это они вот выделены как раз таки вот таким красным цветом керамический материал вот подобная такая липная керамика это сосуды как баночных форм да вот вы видите так и вполне очень профилированные горшки округлобокие вот причем наверное главной такой яркой особенностью всех всей этой липной керамики является то что в качестве отащителя туда добавляли известняк то есть толкли известняк добавляли в тесто и в результате того что эта керамика пролежала многие многие годы в земле известняк вымылся и в результате мы видим вот такие на керамике вот такие каверны то есть такие пустоты да и второй момент который отличает эту керамику наверное ну в общем то здесь по картинкам вполне четко понятно это богатая орнаментация которая отличается пальцевыми различными вдавлениями пальцево ногтевыми вдавлениями защипами и тому подобными вот орнаментальными мотивами это очень яркий такой пример орнаментации керамики типа упа-2 и опять же который берет свое скажем так какое-то исходное начало в каких-то древностях именно степных да они для характерных для лесных для лесных каких-то культур в частности что характеризует постройки памятников типа упа-2 это были наземные постройки каркас на столбовой конструкции то есть они не были практически заглублены в слой или материк глубина буквально было там 20 сантиметров основу естественно выполнял столбовой какой-то каркас постройки были площадью от 6 до 24 метров при этом отопительных сооружений внутри построек принципе выявлено как таковых не было да то есть в связи с чем как бы такое могло произойти дело в том что поселение открытое и большинство из этих поселений они распаханы то есть объекты практически являются уничтоженными утраченными да и конечно эти объекты мы только фиксируем по скоплением керамического материала в культурном слое иногда и на основе собственно материковых точнее столбовых ям которые на материке все а вот естественно если даже какие-то очаги они могли и быть то нас к настоящему времени к сожалению они не сохранились естественно второе объяснение может быть совершенно другое что часть из этих объектов могла выполнять роль хозяйственных каких-то подсобных помещений где в принципе отопительных сооружений в общем-то и не предполагалось вот так выглядит типичная постройка частично изученная да то есть буквально на 20 сантиметров углубленная в материк и вот остаточки собственно столбовых ям которые идут по сути по периметру вот в данном случае типичный такой лепной сосуд вот небольшой приземистый такой горшочек профилированный украшенный пальцевыми ногтевыми вдавлениями как по срезу венчика так и по плечикам другой вопрос всегда который волнует археологов до археологи находят поселение копают селище копает городище вот изучает материальную культуру населения и тому подобные вещи но всегда задаются вопросом а какой же был погребальный обряд у того населения которое оставило эти памятники и в частности на поселению по 2 нам удалось выявить так называемые необычные объекты которые могут претендовать на роль погребений почему сразу мы их назвали необычные объекты потому что пока мы не имеем доказательной базы о том что это реальные погребения потому что если погребение то что это должны быть остатки какого-то костного материала пусть это будут кальцинированные косточки или еще что то такое что четко говорит об этом к сожалению в этих ямах ничего подобного найдено не было но сам вот объект говорит о том что проводя аналогии с древностями рубежа r поднепровье например там подесенья именно таким образом осуществлялся именно обряд погребения в сопредельных культурах что такое то ямка небольшая буквально диаметром 30 40 сантиметров глубиной иногда доходящие до полметра и в ямке при расчистке и был обнаружен как правило горшок который был перевернут вверх дном и иногда еще в ямке можно было найти грузила либо развал грузила либо иногда даже целая вот такое грузила причем это грузило она на не имеет сквозного отверстия она не обожжена то есть она практически просто слеплены из глины и высушена то есть данном случае когда говорят каких-то погребальных предметах да или вещах то их как часто не делали качественно до их делали очень на скорую руку лепили практически не обжигали помещали в погребение вот то есть вполне вероятно что вот подобные объекты могут являться погребениями вот аналогичный объект был найден также на поселению по 2 при расчистке то есть вы видите горшок который перевернут вверх дном он расчищен дна нет ну потому что верхняя часть была просто уничтожена распашкой то есть распахали этот горшок вот горшок немножко более крупных форм он тоже происходит из шурфа когда определяли границы памятника он тоже был перевернут собственно и находился вот и вот в этой ямке то есть таких объектов их порядка наверное с десяток насчитывается при этом это только те которые удалось зафиксировать которые не были разрушены дело в том что памятник распахивался памятник имеет слои более позднего заселения и конечно многие из этих объектов были просто разрушены позднейшей хозяйственной деятельностью но в любом случае то есть это уже натыкает на какую-то мысль к разработке обряда погребения и вообще что представляет из себя могильники рубежа r вот этого на нашего такого лесного населения что представляет из себя вещевый комплекс памятников упы 2 традиционные находки являются наконечники стрел они могут быть как железные они могут быть как и костяные вот такие рыболовные керамические грузила серповидные железные ножи к элементам костюма относятся различные нашивки уникальные довольно таки и единичная ну по крайней мере не я не мои коллеги не знают аналогии вот этим вещам которые могут интерпретироваться как разделители нити бус а вот они известны более позднее время в культурах балтского круга но для рубежа r на сопредельных территориях и на нашей территории они неизвестны различные прониски это все вещи сделаны из бронзы а мало того что вот эти разделители нити бус еще и сделаны в технике воскового вязания который я немножко скажу попозже а вот вот этот изделие вообще представляете крайний интерес потому что она повторяет некоторые образцы сарматских древностей и что она себе представляла возможно какая-то какой-то либо обкладка каких-то нужен там или еще что-то но сказать пока очень сложно эта вещь тоже уникальна и никаких аналогий к этим вещам нет почему потому что эти все вещи мы выполнялись по восковой модели а как вы понимаете она уникальны и другой второй такой вещи в принципе может быть даже и не быть что еще характеризует комплекс вещевой комплекс этих памятников на рубежа r наши лесной зоны это различные рода нашивки которые могут выполнены быть и вот в такой очень ажурной техники и простые гладкие и даже выполнены очень совершенно просто вот трапециевидные такие собственно нашивочки и такие колокольчатые привески которые тоже в общем то довольно таки известны в этих древностях наиболее наверно яркую такую категорию находок памятников упы 2 представляет так называемые боновидные подвески а вот они известны со многих памятников и городич как правило а вот но в том числе из поселений а вот все эти вещи они сделаны в технике воскового вязания то есть по выплавляемой модели сначала делалась восковая копия затем она заливалась глиной затем восковую модель оттуда практически ну то есть вытапливали воск выливался образовывалась пустота затем в эту пустоту вливали собственно расплавленный металл когда он остывал что форму разбивали соответственно получали готовую вещь для того чтобы сделать на вещь аналогичную то есть приходилось повторить весь процесс заново то есть сделать заново восковую модель и провести все основные процедуры вот в таком же ключе то есть как правило одинаковых двух вещей ну не бывает если конечно это не рука одного мастера на такое известно по кладам то есть это явно делал один человек и вещи бывают очень близки между собой но не совершенно не одинаковые лин или аналогично кроме того с сопредельной территории даже известен клад женских украшений аналогичных аналогичного стиля форм это и нашивки подобные это единственный вот такой образец аналогии нашим находкам разделителя нитей бус на вот сельгамма нагрудная бляха это явно говорит о том что поначалу мы даже подумали что возможно это разрушенное погребение а вот но вероятно всего все-таки это представляет собой клад украшений который был сокрыт ну довольно таки сложных обстоятельствах о которых я немножко расскажу попозже а вот какие обстоятельства следующие находки которые нас натолкнули на довольно таки противоречивые культурно-исторические процессы были найдены недалеко от тулы на очередном обследованном городище при обследовании шурфовки была найдена вот такая сарматская железная фибула которая датируется первым веком нашей эры и даже вероятнее всего первой половины первого века нашей эры вот причем с четким керамическим материалом который характеризует памятники типа упа 2 мало того на соседнем поселении были найдены два соли это 2 петель 4 псали и наконечник трехлопастной сарматской стрелы как вы понимаете и псали и наконечник стрелы и фибула это все элементы собственно воинской кочевнической культуры причем они имеют прямые аналогии в древностях сармат это и андреевский курган и чертовицкий могильник и новоникольский могильник на территории липецкой области и так далее то есть это сарматские древности на первых веков нашей эры а точнее даже первого века и и наши эры и до середины второго века нашей эры то есть это так называемая среднесарматская культура возникает вопрос понятное дело что среди этого населения памятников упы 2 это вещи какие они пришлые да то есть это не их культура это не их мода это них какие-либо заслуги то есть это вещи явно попали с носителями этих культурных традиций и возникает вопрос откуда они могли попасть если рассматривать ситуацию культурно историческую и общую скажем так культурные процессы которые протекали не только на территории верхнего получи но и еще и верхнего подонья то она обрисовывается следующим образом как раз таки середина второго века до нашей эры сарматы под натиском собственно алан начинает активное продвижение свое на север и северо-восток дальше вглубь лесостепной территории и на территории верхнего подонья в данном случае на реке воронеж образуется к первому веку нашей эры целый конгломерат сарматских поселений причем это и сарматские поселения сарматские скажем так могильники то есть которые оставлены непосредственно сарматами так и известное поселение то есть городище которые были оставлены местным автохтонным населением это городище очень хорошо укрепленные с глубокими рвами валами то есть откуда это такое происходит да то есть местное автохтонное население пыталась защититься от этой сарматской угрозы которая настигла их в первом веке нашей эры вот но в результате конечно спастись от этого они не смогли и мало того что вот это какое-то военное сначала наверное столкновение переросло в такую этническую интеграцию то есть когда местное автохтонное население начинает вливаться вот вот это обще сарматские какие-то культурные процессы и потихоньку происходит процесс вот такой ну если не ассимиляции то по крайней мере очень таких серьезных культурных хозяйственных бытовых и даже брачных контактов ну вот и в результате вероятнее всего откуда эти вещи первого века попали к нам на территорию окско-донского водораздела то есть вероятно это самые первые первые попытки сармат про не проникновение дальше вглубь или состепной зоны это непосредственно уже верховья дона и до пограничья непосредственно уже с лесной зоной то есть это очень довольно таки такие сложные процессы но именно аналогичные нашим находкам вещи как раз таки происходит с ближайшей территории с могильников известных на реке воронеж более того если обратиться к руководству по географии клавдия птолемея поздне эллинистического и математика и физика и географа и астронома а вот он оставил очень огромный список городов рек порядка 8 тысяч географических пунктов с указанием их географической долготы и широты но насколько конечно позволяли знания того времени собственно второго века а вот и своей карте так называемый 8 карта европы европейская сарматия вот вы видите реку таны из это то есть это река дон а вот что для нас также крайне является важным он помещает европейских сарматов до сарматия европейская западу а к востоку сарматия азиатская и мало того что как раз таки на самой северной части это практически там где обитают некие мифологические такие гипербореи или где расположены собственно рифейские горы этот по представлению античных авторов это те горы откуда берут начало все реки скифий а затем уже и сарматия да это и река ра волга и таны из дом вот собственно располагалась такое племя сарматов гипофагов то есть это сарматы кониеды так называемые и если посмотреть карту уже европейской сарматии по реконструкции кулаковского то с учетом долготы и широты это вот приблизительно где-то севера такой восточный угол собственно этой карты и по современным представлением как раз таки территория верхнего подонья и ассоциируется именно с этими сарматами гипофагами почему по представлению по исследованиям александра палыча медведева ведущего специалиста собственно воронежского университета по древностям и ранее железного века и сарматского времени было выяснено что как раз таки вот те самые сарматы которые жили на реке воронеж верховья гдона то есть это центральная часть донской лесостепи вот они разводили именно коней почему потому что классические сарматы среднего дона исходя из степного мелкотравья они разводили овец то есть это было вот такое хозяйство мало того что даже в качестве ритуальной пищи при поднесении собственно своим покойным они практиковали лопатку барана а если брать например верховья дона это исходя из опять же природной географической ситуации ковыльная разнотравья наоборот способствовало разведению лошадей и в погребальной практике как раз таки известны находки как раз таки каких-то частей туш коня поэтому он и предполагает о том что как раз таки вот это население этой были те самые сарматы гипофаги или сарматы каниеды вот этой письменной античной традиции которая собственно прекрасно сохранилась в трудах в том числе и птолемея если подводя итог вот этим сложным культурно-историческим процессом на протяжении рубежа r что мы имеем в конечном итоге на территории от практически территории днепра и дудона существовало несколько локальных типов культур или памятников но в данном случае на территории вот нашего окско-донского водораздела это памятники типа у по 2 которые в общем то относится к ко второму веку до первому веку нашей эры в подесенье это памятники типа верхнего слоя городище по лужья это тоже горизонт выделен по ярким материалам раскопок вот такого памятника и городе и памятники типа среднего слоя городище тушимля это поднепровье на верхнем паучье мы имеем пока только очень немногочисленные материалы при раскопках городище дуна но в любом случае то есть на огромные довольно таки территории днепродонского междуречья существовали культуры которые очень были близки между собой и вот если посмотреть на их керамический материал этих памятников керамика средне тушим линского круга керамика типа у по 2 и керамика типа верхнего слоя по лужья вы увидите массу собственно схожестей это и формы горшков и их орнаментация и характер собственно примесей и много-много всего другого на вот в данном случае мы можем четко говорить о том что это явление однопорядковые но не тождественные друг другу к сожалению пока вопрос о происхождении этих древностей на основе чего они складываются как они датируются это вопросы очень дискуссионные дело в том что нам повезло найти в хронологические индикаторы в лице сарматских сарматской фибулы псалей например там да и других вещей которые имеют хорошие достаточно довольно таки датировки сарматских древностях то для других культурных типов памятников таких вещей нет и их датировки существования скажем так временные они крайне расплывчатые но так или иначе можно говорить о том что с первого века нашей эры вот эти контакты или проникновения сарматского вот этого кочевнического элемента вглубь лесостепной территории она очень четко фиксируется и фиксируется не только в находках но и в различных культурных каких-то элементах